Я не знаю как вы, но я реально соскучился по обзорам на аксессуары для геймпадов Xbox. Так уж получилось, что про тот аксессуар, о котором я сегодня буду рассказывать, я узнал лишь месяц спустя. И признаться, когда я увидел, что при помощи данного устройства можно управлять гироскопом, как на контроллере от PS4 и PS5, я в это не поверил. Да, ребят, с вами как всегда Джамбо Макс, и сегодня мы поговорим более детально о таком вот устройстве, которое называется Armor X Pro, которое подойдет для контроллера Xbox, и поверьте, об этом устройстве есть что рассказать. И как всегда, перед началом видеоролика с вас лайк и подписка на канал. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать, что в интернет-магазине Читай Город только 16 декабря проходит акция Везучая Пятница, которая дает скидку в 30% на весь ассортимент. Играющим в видеоигры я бы посоветовал ознакомиться с таким произведением, как Крой в пот и Пиксели, обратная сторона индустрии видеоигр. Мне кажется, многим интересно будет узнать индустрию немного с другой стороны. Ну а если вдруг вы, к примеру, не сильно поняли о том, что же было в игре Halo Infinite и хотели бы ознакомиться с лором поглубже, то можете рассмотреть себе одну из книг по вселенной Halo. Тем более есть причина, скидка в 30% по акции. Поторопитесь, акция действует только 16 декабря. Вы точно найдете книгу по душе, ведь в интернет-магазине Читай Город большой выбор того, что интересно почитать не только играющим людям. Книги можно найти на любой вкус. Также можно оформить предзаказ на еще не опубликованную книгу, чтобы получить ее в числе первых. Есть раздел книг с автографами авторов и многое другое. Помимо всего, в интернет-магазине Читай Город легкая и выгодная система лояльности, за которую ты получаешь бонусы на следующую покупку. Если вы не успеете воспользоваться акцией, используйте мой промокод JumboMax, чтобы получить скидку в 15% на книги и на другие товары в интернет-магазине Читай Город. И поскольку скоро Новый Год, пора закупаться подарками для своих родных и близких. Поэтому переходи по ссылке в описании, используй мой промокод или закупайся хорошими книгами в интернет-магазине Читай Город, пока идет акция Везучая Пятница. Данное устройство, как ни странно, приехало ко мне из-за бугра и заняло это около двух недель. Как вы поняли, приехало оно ко мне в целости и сохранности, потому что оно было упаковано в еще одну коробочку, за что им огромное спасибо. Нет, просто я еще заказывал аксуар для Xbox и там не было уже дополнительной коробки, ну и в целом результат вы можете увидеть сами, да. Обошлась мне эта штука в 2500 рублей и не делать удивленное лицо, да, я купил это за собственные деньги, потому что я хотел действительно снять контент и посмотреть, как работает это устройство. Кстати, брал я его на Алиэкспресс, ссылку скину в закрепленном комментарии и будьте внимательнее при заказе, потому что на Алиэкспресс много кто такой штукой торгует, но дело в том, что если вы возьмете не ту, да, не именно Armor X Pro, то часть функций у вас может просто не быть, к примеру, того же гироскопа. А некоторые устройства вроде как подходят для Xbox One, поэтому лучше оформите по ссылке в закрепленном комментарии. Сама упаковка устройства не дешман, она реально выглядит стильно, все блестит, все написано что, как и почему, но думаю стоит показать, что же внутри, мы же как бы за этим здесь собрались, не правда ли? Ну а внутри у нас как раз таки само устройство, тоже хочу сказать, что не из дешевого пластика, выглядит, я бы сказал, габаритно, мощно, эстетично, ну и прям по-геймерски. Ничего не трясется, не шатается, качество прям на высоте, я вам скажу, без всяких преувеличений. Просто я реально офигел от того, что оно стоит всего лишь 2500 и такое качество. У меня просто уже был опыт с дополнительными кнопками, и именно эти кнопки выглядят пока внушительнее всех из-за размера. Но в этом есть и плюс, и минус, и чуть попозже я вам расскажу почему. Вот в целом визуальное сравнение с другими дополнительными кнопками. Кстати, на них я обзоры тоже делал, поэтому можете пальнуть у меня на канале. В комплекте у нас помимо устройства входит инструкция, на китайском и на английском, жаль, что конечно не на русском, так бы вообще все идеально было. Но ничего страшного, потому что здесь все понятно. USB кабель для подзарядки устройства и такая вот крутая флешка с крутым колпачком. Да, если что, это устройство не может работать просто по связи с консолью, и именно поэтому оно подключается через специальную флешку. Тут как и минус, так и плюс. Плюс в том, что при помощи данной флешки данное устройство, а именно геймпад Xbox One с этой приблудой, можно будет подключить к Xbox One, к Xbox Series, к ПК и еще к Nintendo Switch. Кто-то подключал к PlayStation 4, но у меня плейки нету, поэтому я проверить не могу. Ну а минус заключается в том, что якобы при помощи такого дистанционного соединения, соединение не такое быстрое, якобы есть задержка. Но скажу я вам так, обычный игрок это вряд ли заметит, потому что сколько я не тестировал эту штуку, какого-то импут лага, который бы меня бесил, я вообще не заметил, поэтому не обращайте на это внимание, скорее всего. Устройство легко крепится на заднюю сторону геймпада, вместо батареек, сидит очень плотно, все вымерено, ничего не шатается, не отходит прям реально хорошо. Но когда вы возьмете всю эту конструкцию в руки, вы перенесетесь во времена Xbox 360, где на геймпаде чутка сзади мешается блок для батареек. И это как раз таки тот самый минус, о котором я вам хотел рассказать, то есть геймпад за счет него увеличивается и становится толще, из-за чего на первых парах не особо комфортно держать пальцы, но тут по-другому сделать, как по мне, было вообще нельзя, потому что это первые дополнительные кнопки на моем опыте, которые подключаются не по проводу, а дистанционно. И да, в этой штуке есть встроенный аккумулятор, за что просто огромнейший респект. На задней стороне Armor X Pro вы можете заметить множество всяких кнопок, индикаторов, и тут это все неспроста, поскольку все-таки Armor X Pro расширяет возможность вашего геймпада, и я пойду от самого простого к более интересному. Первая фича это, конечно же, переназначение кнопок. Нажимаете сюда, на нужный вам курок, ну а после нажатия на нужную вам кнопку, тем самым вы можете переназначить одну из четырех задних кнопок. Если вдруг вы только начинающий игрок, и не знаете, какие кнопки сюда лучше поставить, то чаще всего сюда ставят кнопки Хуба, ну для того, чтобы у вас во время онлайн баталии не отрывались пальцы от стика. Соответственно, благодаря дополнительным куркам, кнопкам называйте как хотите, вы можете быть всегда в прицеле и не отвлекаться большим пальцем на как раз-таки эти кнопки, что очень сильно сэкономит вам время, если вы при стрельбе еще прыгаете или ложитесь. Я, кстати, с выходом новой колды очень привык к этой теме, и мне, чтобы играть в колду теперь без задних курков, надо переучиваться. Кстати, я не могу сказать, что эти курки сверхбыстрые, но достаточно хороший отклик у них. Если же эти боковые кнопки очень удобны, то вот эти вот маленькие повыше, к ним нужно еще привыкнуть, ибо их нужно нажимать чутка вверх, что немножко не свойственно для обычных кнопок. Что касаемо следующей интересной кнопки, то есть кнопка Турбо. Нажимаете на нее, потом нажимаете на нужную вам кнопку, и теперь при нажатии кнопка будет нажиматься очень-очень быстро. Чаще всего это нужно для того, чтобы, к примеру, из того же пистолета стрелять как с автомата, при этом не нажимая крайне много раз курок. Помимо всего, у этой штуковины есть еще и макрос, при помощи которого можно записать какую-то комбинацию кнопок. Ну, не какую-то, абсолютно любую. То есть вы сначала записываете комбинацию, и потом при помощи одной кнопки эта комбинация может просто воспроизвестись. Признаюсь, я не знаю, когда нужна эта фишка, может быть тогда, когда вы хотите сделать какую-то супер-мега комбинацию в какой-нибудь смартухе, да, и нажав одну кнопку, эта комбинация у вас будет, да. Но, короче, если вы знаете истинный смысл данного макроса, истинный смысл данной функции, то обязательно пишите об этом в комментариях. Мне реально будет интересно почитать. Помимо этого, устройство имеет собственное приложение, где можно легко настроить свой геймпад, все очень удобно, единственное не на русском. Но тут, я думаю, проблем ни у кого не будет, потому что тут все довольно-таки понятно. А еще в данном устройстве есть запоминание трех профилей, то есть вы можете как-нибудь там настроить свой геймпад, назначить определенные кнопки под определенную игру, и с помощью одной кнопки просто между ними переключаться. Реально очень удобно, если вы настроили геймпад под конкретные игры. Ну и, пожалуй, самое офигенное, ради чего мы здесь все и собрались, это гироскоп. Да. Нажимаем на центральную кнопку, и чудо-устройство дает нам ту самую функцию, которой никогда не было на контроллерах Xbox, а именно управление движением. Как вы можете заметить, устройство позволяет нам целиться при помощи движений, или, как говорят игроки, которые это юзают на плойках, доводить прицел при помощи этого. Ну а также при помощи этой фичи в гонках это устройство из вашего геймпада делает полноценный руль, который можно покрутить. Если что, данная фича работает в абсолютно любых шутерах, в абсолютно любых гонках, поскольку устройство лишь имитирует движение либо правого, либо левого стика. Соответственно, хотите порулить, нажали на центральную кнопку, на нужный стик и поехали. Хотите в шутеры поиграть, на центральную, на нужный стик и все. Кстати, настройка здесь крайне легкая. И если же на плойке, насколько мне известно, таким образом можно играть лишь не в некоторые игры, в которых это доступно, фича, то на Xbox при помощи данной фичи можно играть в абсолютно во все. Просто это знаете. Несмотря на то, что при первом показе многие говорили, что гироскоп тут прям не очень, хочу сказать, что он довольно-таки хорошо здесь работает и самое главное его просто нормально настроить. А еще он напрямую зависит от чувствительности, которая у вас в игре. Поэтому если у вас там чувствительность в колде на 16, то не удивляйтесь, что с микродвижения оно понесется налево или направо. Честно говоря, я далек от того, как круто играть с этой фичей в шутеры, ибо руки у меня все время дергаются и лежат на уровне пояса. Но сама возможность так играть, это действительно клево. Даже знаете, я все еще фикиваю от того, как гироскоп смогла сделать на геймпад тут не Microsoft, а вообще сторонняя компания. Сколько лет прошло, а Фил и его команда не смогла эту фичу вместить ни в элит-контроллер, ни в контроллеры для нового поколения. Надобность, конечно, в этой функции не такая уж и большая, но разнообразить игровой процесс с помощью нее почему бы и нет. Мне лично эта возможность очень приколола, и ради прикола почему бы ее не включать иногда. Конечно, данная функция в шутерах мне немножко мешает, но кто к ней приспособился, я думаю, что она все-таки дает какое-то преимущество довестись немножко, почему бы и нет. Если делать какой-то ток, то это устройство, которое стоит всего лишь 2500 рублей, реально годное. Конечно, в нем у вас не будет таких макросов, как в том же Эллиминаторе или в Доминаторе, но тут будет гироскоп, при помощи которого вы можете поугарать там в Форзе, в ГТАшке, еще где-нибудь. Ну и в целом, в шутерах вы можете попробовать, каково это, помогать себе стрелять движением. Да и в целом, если вы просто хотите дополнительные кнопки, то это устройство также лишним не будет. Тем более, опять же, это первые дополнительные кнопки на моем опыте, которые могут подключаться дистанционно и которые при этом имеют встроенный аккумулятор. За это прям реальный респект, я не нарадуюсь. В общем, данной штуковины я капец как остался доволен, потому что я не ожидал, что оно будет такое качественное. Если вдруг кто-то сомневался, брать или не брать, возьмите, реально годная вещь. Вот, ссылочку, как всегда, оставлю в закрепленном комментарии. Если вдруг у кого-то эта штука куплена, то обязательно в комментариях пишите свое мнение. Но если вдруг вам понравился обзор, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok